ну что дружочки пирожочки такой у нас новый проект это у нас столешница с юбкой с лицевой частью сотка это у нас разрез чаши под раковину так она у нас будет выглядеть 1920 на 450 и 100 юбка лдсп мы напилили вот у нас лицевой фасад делаю его всегда за под лицо вот сюда поэтому плюс 16 поэтому у нас то 116 450 на 1923 по полтора миллиметра с каждой стороны на вышлифовку за дело делаю и на усадку такое бывает сейчас соберем коробку наша юбка десятка толщина у нас будет бетона два с половиной 1920 на 450 как всегда в общем у нас слишком выдавились потом мы их будем подчищать завтра когда это все дело высохнет мы будем все брать за это тверденько чпок и потянули и нитками убираем это все быстренько и за часок ну что как и обещал у нас все затвердело вот такая козявочка мы ухватываемся за нее и вот что у нас происходит и это все благодаря воску очень много умников мне пишет о том что научите этого глупого человека мыльной водой делать вот друзья для того чтобы вот так излишки у нас аккуратно убирались у нас ничего лишнего не оставалось нам поможет только воск мыльной водой мышцы у себя в ванной раковину из акрила промазывать и убирать излишки герметика поэтому не надо умничать кому не нравится просто уходим с канала переключаемся еще раз все воском для того чтобы есть какие-то мелкие поры есть которые могут взбиться а такое бывает замазываем поры воском для того чтобы они закрылись и у нас ничего влага не попала ничего нас не вздулась подсохнет потом мы сухой тряпкой натрем и вот это все потом пропылесосим уберем это остатки небольшие силикона козявок все приступаем к созданию вкладки вот наша вкладочка вот наша щель клиент попросил щель узкую десятку чтобы зубная щетка не провалилась мне кажется можно и двадцаточку было сделать ну ладно вкладка прогермечена слив доработан зубы для того чтобы с бетоном лучше сцеплялась испилена сильно торчащая часть ненужная ну все сохнет и приступаем к намазыванию бетоном следующий этап это создание металлоконструкции по задней боковым частям будет г-образный профиль на лице у нас будет у-образный профиль 2 на 4 части они будут участвовать в отливке я ими поровняю боковые части и будет у нас все ровненько металлоконструкция на этом на всем у нас будет в проеме держаться наша раковина из бетона сейчас засверлимся и можем начинать приступать к бетонированию бетонирование ну что друзья многие недовольны тем что я не подробно рассказываю форму бетона формула проста цемент с песком один к одному очень подробно рассказал если у нас 60 килограмм на форму идет значит у нас 30 килограмм песка и 30 килограмм цемента очень подробно я надеюсь рассказал красители по формуле пробник который делал там получалось на 2 килограмма 17 грамм черного и 10 желтого пластификатор вон то у нас акрил акрила у нас один процент от веса пластификатора 025 наименьше здесь сделал не 0 25 0 2 процента от веса цемента здесь получилось 25 килограмм песка и 25 цементом сейчас пока оставим так такая у нас получается смесь с фиброй сухая сейчас мы ее замешаем с водой воды добавляем 30 процентов от веса цемента при 20 килограммах это у нас получается ну пусть будет литров 7 но стеклофибра из-за того что это пористый материал тоже он тоже заберет литров 8 8 с половиной добавлять смело инструменты которые нам понадобятся гладильный шпатель силиконовый валик мастерок вот в общем смотрим вот такая консистенция у нас получилось через какое-то время на у нас умрет на мои надо будет будить как всегда готов чинка профили оставлю пусть приклеивается потому легко можно будет отбить чтобы он просто нам тупо поравнял плоскость нам его положили что плоскость такой осталось что потом внутряжку этой внутряжки не заниматься не ровнять ничего просто достать профиль и шлифовать лицом накрываем полиэтиленом и оставляем на двое суток пусть сохнет оголели мы полиэтилен достали наше прекрасное творение сейчас нам нужно будет подснять такие штуки которые тут у нас немножко торчат здесь выступы все почистить лишнее все убрать арматуру нам нужно будет зачистить потом она у нас идет на покраску сейчас чистим переворачиваем смотрим у нас что на лице и все очень даже красиво мне кажется но лицо важнее всего подравнялся лишь не убрал все мы же приступать расчехлению сейчас снимем опалубку посмотрим что у нас там внутри происходит вот так у нас это выглядит был запрос на грубости поры которые мы соответственно будем восстанавливать и затирать но суть в том что был запрос на разводы которые у нас будут затираться и соответственно приобретут грубый брутальный вид кладочку мы вытащили наша щель слив со щелевым сливом к у нас геометрия сейчас мы идем на шлифовку вот она наша красотища сейчас мы пойдем затирать поры вот соответственно не про маски вот будем затирать этого здесь показывал все разведем пасты и все затрем не оставим сохнуть опять на двое суток все поры убраны все каверны убраны все зашлифованы в общем оставляем сейчас это дело сохнуть на пару деньков пусть набирают твердости на торец поставили чтобы изгиба не было вот у нас лицо не касается деревяшки чтобы наплыва никакого оттенка не далось и вон там под спинку подложили чтобы нагрузка на рычаг большое не было чтобы она свободном полете было и все потом на повторную шлифовку чтобы убрать молоко которое опять образовалась чтобы грунт и лак у нас хорошо проникли и качественно гидрофабизировали нашу бетонную поверхность после затирки пошлифована грубая как заказывали гладкая поры затерты ни одной ямочки ни одной каверны все гладенькое замечательно и стоит две недели сохнет настало время парковать наше чудо с лаком лако лакор компания теохим лакор полиуретаны у сейчас мы покроем изнанку внутреннюю часть а потом внешнюю часть в общем короче отказался от изначальной идеи что одним грунтом пытался его подснять где-то он снимается где-то он снимается это уже в один слой лака и снимал сейчас вторым слоем лака укроем и все на засыхание на неделечку оставляем и у нас то дело будет набирать твердость перед транспортировкой перед установкой второй слой уже подсыхает такая у нас прекрасная поверхность после покрытия чудо ящик однозначно доедет и крепеж который у нас идет на стену пригодился он стоит в распорке прижимает к нижнему ящику однозначно доедет стопудово доедет сама доставочка поковали в машинку пойдем установим мы на объекте кран вниз вот такая у нас ванная друзья сейчас будем заниматься установкой так друзья промежуточный этап рама у нас внизу собрана прикручена все жестко зафиксировано лицевой профиль задние и боковые торцевые части пришлось нам снять и розетки и краны и вон тот выключатель все сняли все вернем закерметизируем шов и потом на финал очку посмотрим пообщаемся с клиентом вот он стоит такой довольный да очень круто получается вот я вам рассказывал под плитку у нас на плитке вот такие же разводы которые у нас есть на столешнице друзья всем привет привет ребята и девчонки мы сделали михаилу раковину со столешницей щелевым сливом михаил почему выбрали бетон но мы не то что выбирали его это был единственный материал который мы рассматривали в качестве столешницы во первых потому что у меня дизайн максимально приближенной естественным материалам и цветам это бетон дерево черный цвет во вторых бетон позволяет отлить столешницу раковину под размер его приезжал первый раз мы вымеряли раковину все углы и ширину длину чтобы мне было удобно мыть руки чтобы не было никого неудобства вот этот момент как бы просто такое не купить мы на месте все мерили проверяли и после этого егор изготовил это вот прекрасное изделие потом есть еще фактор это экологически чистый материал это мне не очень заботит меня вам заботит как это выглядит и удобства замечательная столешница михаил спасибо большое за заказ ребята скажу что это дорого это реально дорого но это того стоит а это друзья у нас дизайнер артем ребят привет дизайн мы делали в мишей вдвоем здесь мы старались характер михаила произвести воспроизвести и здесь у нас много бетона миша у нас такой мощный и мы хотели вот вот это вот здесь постараться отразить очень много здравых идеи от егор было и постоянные консультации по поводу технических каких-то возможностей установки очень много грамотных вопросов все очень супер нам очень нравится и миша и мне будем работать в дальнейшем еще с другими объектами спасибо большое спасибо спасибо